Физкульт, привет! Давайте поговорим сегодня, друзья, почему многие из нас не добиваются никаких результатов. Конечно же, будем говорить о результатах, которые мы ставим перед собой, когда идем в тренажерный зал или тренируемся дома, в домашних условиях. Про жизнь в целом говорить не будем. Но вы можете применить все эти полученные знания и, естественно, тоже, когда строите свою личную жизнь, бизнес, учеба, неважно. Самое главное, что мы упускаем все, это грамотная постановка целей и задач. Ведь все очень просто. Когда вы идете в тренажерный зал, большинство, абсолютное большинство, хочет не огромных мышц или великой силы, а хочет более-менее хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать. Ради здоровья многие идут уже, когда возраст за 30, к сожалению. Но, к счастью, что хотя бы приходят тренажерные залы, хотя бы задумываются об этом. Еще Дориан Ятс, великий Дориан Ятс, говорил о том, что очень важна постановка целей. Ведь если поставить перед собой цель, выиграть, к примеру, конкурс Мистер Олимпия или Мисс Олимпия, да и вообще просто выиграть какие-нибудь соревнования, пусть даже городского уровня. Но вы только пришли в тренажерный зал. Первый, второй день или даже, может быть, месяцев занимались и поставили перед собой такую цель. Да, в плане перспективы это хорошая цель. Но, друзья, если вы будете думать только о этой цели и каждый день смотреть на себя в зеркало, мерить свои результаты на весах, измерять себя лентой, измерять процент подкожного жира, у вас энтузиазм очень быстро спадет или сойдет на нет. И для этого нужны промежуточные цели. Маленькие цели, маленькие шажки, которые достижимы в ближайшее время, а не в отдаленной перспективе. Понимаете, насколько психология всегда-всегда играет центральную роль? И центральная нервная система здесь, друзья, играет основную роль. Психика, психология, если хотите. Так мы устроены. Хотим мы того или нет, нам нужно видеть, что мы получаем какой-то результат. Если же наши цели грандиозные, великие, и мы не ставим перед собой маленьких достижимых целей, то, поверьте, друзья, мотивация, какая бы она ни была серьезная, она исчезнет. Простой пример. Пришел парень в тренажерный зал. Хочет руку в 40 сантиметров. Сейчас у него рука, скажем, 32 сантиметра. Не хватает 8 сантиметров. Вот представьте себе, тренируется человек, тренируется, тренируется, а до 40 сантиметров-то далеко. Пусть даже он наберет 2-3 сантиметра за первый год тренинга. Это 34-35 сантиметров получится. 5 сантиметров до мечты еще будет не хватать. Но это неправильно. А попробуйте ставить перед собой достижимые цели. В примере с бицепсом это должно быть по полсантиметра. Что такое полсантиметра, да, друзья? Вроде бы ничего серьезного. Вроде бы достижимо. Так вот, путь длиною в 100 тысяч шагов начинается с одного шага. И вот такая цель достижимая, и не важно, сколько времени на нее у вас уйдет, месяц или два, но вы ее достигнете, психика будет рада, вы будете чувствовать подъем мотивации, а не спад энтузиазма. И так пошагово-пошагово нужно строить все свои конкретно понимать, что, зачем мы делаем, чего мы хотим. Если вы хотите быть профессиональным бодибилдером, нет смысла сразу же садиться на фармакологию. Это же ясно. Поверьте, основная масса профессиональных бодибилдеров и пауэрлифтеров сильные генетически от природы. Я знал людей, которые достигали в натураху таких показателей, таких результатов, которые мы с вами даже на фармакологии не достигаем. Поэтому, если вдруг ваша мечта стать действительно серьезным выступающим в бодибилдер, то начинать надо все равно с основ, с построения силовой базы. Вы должны быть сильным. Поймите, невозможно быть большим, иметь хорошие качественные мышцы и поднимать детские веса. Дрочить свои бицепсами, концентрированными сгибаниями по 10, пусть даже 15 килограмм. Нереально. Пока вы это не осознаете, вы будете топтаться на месте и никогда не достигнете никаких высот. Чтобы стать профессионалом, нужно сначала качественно выступать на городских уровнях. Выиграть, в конце концов, чемпионат России. Иначе смысл как бы двигаться дальше. И вот здесь, а я вам скажу, что таких людей немного. На самом деле, нам кажется, что людей, занимающихся в тренажерных залах, очень много, что каждый второй тренируется. На самом деле, друзья, если брать общий процент от всего населения планеты, мы мизерная капля. Если будет 2%, это хорошо. Серьезно, мы такая маленькая субкультура. поэтому, когда вы приходите в какой-то спортивный магазин, вы не встретите там одежды для бодибилдеров, обуви для бодибилдеров. По той простой причине, что это не массовые виды спорта. Несмотря на то, что занимается ими большое количество людей. Просто мы их видим, мы с вами общаемся в этом кругу. Но поверьте, посмотрите чуть шире, и вы увидите, что большая часть наших знакомых, друзей, людей нас окружающих на работе, на учебе нас просто не замечает как бодибилдеров, как спортсменов, как тренирующихся людей. Люди вообще просто многие не тренируются. Так вот, если наша основная задача просто хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, то нет смысла, а порой даже опасно и вредно тренироваться по тем методикам, которые вы видите в YouTube, которые вы видите в журналах, которые нам рекомендуют профессионально выступающие или непрофессионально выступающие спортсмены, или просто здоровенные ребята. Это не подойдет для основной массы людей. Это будет только отодвигать нас от наших целей. Ведь для того, чтобы хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, достаточно просто грамотно питаться. Самое главное запомните, это грамотное питание, правильное питание. Потому что, если вы будете тренироваться лучше всех, но при этом безграмотно относиться к своему питанию, вы не добьетесь никаких результатов. Не будет изменений. Повторяемся, главное грамотное питание и физическая активность. Достаточно просто много гулять пешком. Это самое полезное, что только может быть. Запомните раз и навсегда, бегать вредно. Бег вреден, бег не нужен. И бег не функционален. Мы никогда не бегали. Многие приводят в пример, что бег это наши предки бегали. Да, бегали только когда реально приходилось удирать от какой-то опасности. Но посмотрите, как сейчас охотятся в Африке аборигены, которые остались. Они не бегают. Они быстро ходят, загоняют животное в течение двух-трех дней до такого состояния, что животное просто умирает. И поражение животное копьем это уже просто символический скорее жест, нежели необходимость. А вот пешком ходить очень полезно. Когда вы ходите пешком, в отличие от бега, вы приносите пользу всему вашему организму. В том числе и коленным суставам, в том числе и поясничному отделу позвоночника. Чего не происходит при беге? Бег в любом случае, даже если вы будете покупать профессиональную обувь, будет вредить и коленным суставам, и поясничному отделу. И запомните, еще вреднее бегать по беговой дорожке. Да, по беговой дорожке вреднее бегать, чем бегать по нормальной поверхности, которая не двигается. Но это тема отдельного разговора. так вот, ведите достаточную физическую активность в свою жизнь. Достаточно 30-40 минут гулять перед сном. Это уже будет хорошо. И если перед вами не стоит целей и задач увеличения каких-то мышечных групп, если вы девушка, понятное дело, это бицепсы бедер и ягодичные мышцы, то вы можете прекрасно тренироваться, обходиться даже без тренажерного зала, имея минимум оборудования дома. Гантельки, какую-нибудь штангу, резиновые жгуты, гирю, фитбол. И при этом прекрасно выглядеть, хорошо себя чувствовать. Но дома нельзя изменить себя в плане увеличения мышечной массы. То есть, если нам нужно увеличить, поднять ягодицы, то это можно сделать только приседаниями, глубокими, тяжелыми приседаниями. Грамотно подходя к этому вопросу, вы тоже не будете себе вредить, а будете только улучшаться. Поэтому, мальчишки, девчонки, думайте, какова ваша цель, каковы ваши задачи, каковы ваши задачи. И исходя из этого, адекватно, адекватно оцените оцените те необходимые усилия, которые необходимо применить для достижения той или иной поставленной цели. Не стоит гробить себя комплексами профессионалов, если перед вами вообще не стоит задача выхода на соревнования. Я вам больше скажу, для натурального тренинга, тренинг, который преподносится и практикуется особенно современными прободибилдерами, не принесет вам никакой пользы, не в плане мышечной массы, а только повредит вашему здоровью. Друзья, думаем всегда головой, всегда, всегда, при любых обстоятельствах. И здесь как раз таки это касается не только силового тренинга или какого либо еще тренинга. К примеру, если ваша задача избавиться от лишних килограммов, то ваша задача не бегать, не делать много классического кардио, вообще его не делать, потому что это будет отодвигать вас от поставленных ваших целей. Организм наш так устроен, что мышцы, мясо для него будут второстепенными. Это то, что требует на себя еще дополнительное питание. А ведь как происходит? Вы садитесь на диеты, начинаете бегать, в итоге горят мышцы, в итоге вы срываетесь, и когда возвращаетесь к своему обычному питанию, вы становитесь жирнее, чем были. Каждый потерянный таким способом килограмм мышечной массы заменяется двумя килограммами жира. И вы из большого куска свиньи превращаетесь в большой кусок говна. Извините за выражение. Только по той простой причине, что не хотите думать своей головой. как много ко мне приходило больших толстых девчонок, не больных, не будем сейчас говорить, у кого проблемы с гормонами, и я им два часа объяснял, по полочкам разжевывал, как, что, от чего зависит, что нужно делать. И в итоге большинство из них говорили мне после двухчасовой лекции, Егор, я готова на все, я готова пахать, умирать здесь с утра до вечера в зале, но я хочу есть, как я ела, я не могу отказаться. Друзья, я не беру таких людей просто вообще тренировать, не брал и не буду брать, потому что здесь нужна помощь психолога, здесь уже совершенно другой подход нужен. Ну и запомните вообще, что если у вас в организме больше 15 килограмм жира, от которого нужно избавиться, то вам нужно обращаться к профессиональному врачу. Да, конечно, вы можете помочь себе, грамотный специалист, тренер, диетолог может вам помочь, но у вас не хватит силы воли, у вас не хватит просто знаний и тем более терпения, чтобы перебороть все эти накопившиеся вредные привычки, скажем так, за всю вашу жизнь. А измениться-то вы хотите за неделю, за две, за месяц. Друзья, всегда повторяю, думайте головой, ставьте перед собой достижимые цели. Если вы хотите похудеть, то изучите сначала вопрос. Поймите, что ваша основная задача сделать ваш организм сильнее, крепче, делать нагрузку силовую, чтобы у организма была потребность не только сохранить те небольшие зачатки мышц, которые есть в вашем организме жирном, но еще и увеличить эту мышечную массу. И тогда, только тогда, при грамотном составлении рациона питания, вы будете терять жир. Иначе вы будете только вредить себя. Ну все, друзья, всем пока, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. субтитры